Всем привет! Вы находитесь на канале ФастГорТВ и мы с вами продолжаем Скарлетт Нексус, район Митсухагава. Нас с вами интересует стройка, на которой мы получили новое назначение, в которую, судя по всему, мы отправляемся в изюночку. Идем! Персонажи прикольные, оба главных героя мне симпатизируют, так или иначе. Касана чуть больше, она такая наглая, но ее это тоже ничего. Я думаю, он дойдет до этого. Проект «Призрачная столица». Да, в одиночку. Ну хорошо. Сокрушение мозга, атака поражающая врага в уязвимую точку, побеждающая его за один... А, ну да, 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 знаем такое. А, ну да, 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 знаем такое. Ясно! Ясно! Кайф У меня максимум легкого желе Ну в смысле? У меня есть легкое желе плюс Ну в смысле? Ватару, Мизуга川の開発特区ってどんなところなんだ? В昔, в городе строительство было изменено, что было не так, 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 что было не так. Блин, забыл я залезть в управление, все-таки хотел между сериями, вылетел из головы. Я просто посмотрю, я что-то думаю, а тут даже и нету такого, автозахват цели тут есть. И в принципе все, да? Анимация сокрушения мозга. С камерой настроить нельзя, к сожалению. Не очень она мне удобна. Вот, и видите, получается, как работает здесь структура заданий. Если бы мы были за Касана, то предыдущую миссию мы бы проходили здесь. Там, видимо, с Наоми. Не знаю, кто у Касана компаньон первый. Вот, но это вот где-то здесь, да, вот на этой стройке, потому что была демоверсия, где как раз Касана проходила эту миссию. Внутри этой локации, соответственно. Все довольно просто. Мне было бы интересно, да, посмотреть ее историю, в том числе. Просто я не очень люблю, когда так делают, что, типа, при этом, да, ты будешь с новыми персонажами, с новым контекстом, возможно, для себя, для персонажа. Но уж прости, пройди-ка, пожалуйста, заново. То, что уже прошел. Это как Нира, репликант, недавно выходил. В котором концовки работают уникальнейшим образом, чтобы... О, боже, привет! В котором, короче, чтобы концовки все открыть, тебе надо не просто пройти игру, сделать какие-то конкретные, не знаю, решения. Ты должен перепройти игру еще четыре раза, и тогда получишь полноценную концовку. Причем там не просто перепройти, там, перепройти не с новым контентом, а с чуть-чуть новых катсцен, буквально. И при этом еще собрать все оружие, прям вот на сто процентов пройти. Сохраняющий мужик, я тебя, во-первых, обожаю, а во-вторых, что ты здесь делаешь? Куда мне идти? Можно как-то карту открыть? Не карту мозга, а вот карту-карту. Ну, уровень получили. Я хочу почему-то атаку идеального уклонения. Двойной прыжок, а зачем? Заряженный атака, удерживайте лай, чтобы создать заряд, после отпустите лай, чтобы выполнить мощную атаку оружием по большой области. Не знаю, так и телекинезмы. Я бы увеличивал максимальную шкалу. Не знаю пока, что я хочу. Давайте в магазин посмотрим. Так, ну покупать меч, который у меня и так есть, смыслы нет, правильно? Потому что мелху мурамаса, мелху мурамаса. Получить мы все получили. Дополнение. Это, кстати, вот имеет смысл купить. И я, наверное, это сделаю, когда мы вернемся с компаньонами какими-то. Тут можно записи покупать. И продавать, между прочим. Но довольно дешево. Смысла в этом не вижу. Окей. Ой, там что-то силовое улучшение было. Подожди. Силовое поле. А, дешевое защитное дополнение. Едва повышает защиту с помощью... Слушайте, ну, едва... И оставьте себе это едва. Я лучше найду себе... Просто в открытом мире. Так, эко-данные собираем. Теперь я понимаю, зачем они нужны. Now I know. Правильно же иду? У меня нету карты. Точной. Ну... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одолжив у союзника с Клерокинез, вы укрепляете тело, снижая эффективность вражеских атак. Вот. Время действия тем меньше, чем больше вас атакуют. Используйте его, когда не можете избежать вражеских атак. Вот этот, да. Шабош-бур как раз проблемный. Слабые места оболочки можно разбивать. Слабые места. Что у этого товарища, например, является мордой. Было бы круто, мог бы я выбирать это слабое место как точка атаки. Или броска, например. Жим. Мне нравится, что способности разные. Разные, интересные. Все полезные. Знаешь, нет такого, что... Я вот смотрю и думаю, зачем мне это способность, когда я буду ее использовать. Есть противники. Есть противники, которые требуют конкретного к себе отношения. Он не получил урон. Пробивание это уже толком-то не требуется. Я просто не могу конкретно вот именно в него бить эту проблему. Меня не то, что к слабым местам, меня просто к противникам-то не тянет. Так. Это очень много работал. Я не могу делать это. Я уже не могу. Я не могу. Я не могу. Но... Какого дела у меня угроза, как я угрозу? Я не могу с ним помочь? Я не хочу с ним. Я не могу с ним. Я не могу с ним. Я не могу. Субтитры делал DimaTorzok 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 и а яṛṣṇa-то Эй-я а呼 Би шеатейл июо Мой Наши нужен такой P Ну да. Да, да, да. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Возвращение на тайную базу полностью восстанавливает здоровье Вы не можете вернуться, если ваше примещение ограничено Укрепляйте связь с союзниками, общаясь с ними на базе, делая им подарки После каждой фазы вы отправляетесь на отдых до следующего задания Отдых всегда начинается на тайной базе и вы свободны в передвижении К следующей фазе сюжета можно перейти, проверив стол в центре гостиной базы То есть мы прошли базу, фазу точнее, почему, что, короче, формирование команды Вы можете выбирать бывых и резервных участников помимо главного персонажа на экране группы в меню В САС вы можете выбрать способности всех участников Если вы используете силу участника команды через САС, будет добавлен бонус к продолжительности и скорости восстановления шкалы САС Окей Интерьерчик здесь, конечно Блин, вот эта кухня, я ничего не хочу сказать Игра выглядит прикольно на своем стиле Но вот эта кухня, да что ж ты Но вот эта кухня, короче, это вот Мой первый проект в unity.exe Ну правда, ну что это такое, кошмар какой Так, можно общаться с напарниками То есть мы, короче, прошли фазу Фаза первая была пройдена Ну, учитывая, что после каждой фазы нас будут бросать в тайник Да, и тут рассказывается история, это, естественно, сюжет Юита Прикольно Вот, я еще хотел добавить, что при том, что как бы здесь есть вот такая кухня И стилистика прикольная, да, анимешная Игра выглядит неплохо При этом не то, чтобы очень сильно хорошо У меня 2080А игреется на 78 градусов Я не знаю, с чем это связано Возможно, с тем, что у меня за окном плюс 30, возможно, нет Но как-то все равно слишком она Как-то агрессивно на компьютер у меня реагирует Так, а она какая, чуть-чуть, как говорить можем? Она так улыбается вороном Я понимаю, что это ее работа, как глава отдела по связям с общественностью Но я все равно не смогу быть таким, как Арася А это вот мы с ними так разговариваем От Касана Приходи Подожди, подожди, подожди Вот это вот интересно сейчас было Приходи Приходи в Кикитубу Мы можем встретиться? Мне нужно о многом с тобой поговорить Буду ждать тебя в Кикитубе В Кикутибе Ответ на сообщение запустит одну из историй связи Ответить? Подожди Мне это определенно интересно Юти, спасибо за то, что подлатал гему Он наверняка скоро поправится Так, ну короче, мы с ними толком не разговариваем А вот База это будет и секретное убежище Это так чудесно А можно оставить здесь некоторые личные вещи? История связи Ють-Н, это так чудесно Ють-Н, ты steering так и обладаешься? âm-Н Ну но оп носил а… Это история связи третья. Вот тут прикольно, вот такие задания я люблю. Такие давай, да. То есть это история связи, возможно, как раз у них так способности повышаются. Это история связи с тем, как раз у них есть. Я чувствую очень долго. Это история связи с тем, как раз у них есть. Да. Это история связи с тем, как раз у них есть. Таким образом. Таким образом. Ну вот единственная проблема, которую я могу назвать сейчас. Во. Кроме того, когда вас атакуют с определенной вероятностью, появляется Ханаби в форме видения. Я блокирую атаку, нейтрализую урон. Прикольно. История связи. Все укрепляйтесь. Ну понятно. Это только что я дам. Давай, говорит, поговорим еще. А, это... Короче, это круто. Прикольно, что они общаются. С ними можно развивать отношения. Мне не нравится способ подачи местной информации. Ну, хоть убейте, но это... Ну, это душно очень. Типа, как будто в новеллу играешь. Тут еще в сюжете очень много не поворачивается язык катсцены это назвать, но вы понимаете. Вот. Давайте поговорим еще. Юит, я так рада, что мне удалось с тобой поговорить. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Давай иногда вместе выберемся куда-нибудь, чтобы отдохнуть от всего. Да, обязательно, Ханаби. Я знаю, что ты любишь загружать в себя работы, так что постарайтесь не перенапрягаться. Юит, ты всегда такой добрый. Спасибо. Если тебе будет что-нибудь беспокоить, можешь обращаться в любое время. Хорошо, что мы в одном отряде. Вот, и здесь, как бы, да, истории связи записываются сюда. То есть здесь... Ну, короче, считайте, тут нет побочных заданий. Тут есть сюжет. Вот это не до побочки и истории связи, которые прикольные. Но я ожидал от них чуть большего. Давайте с Касан проведем такую же встречу. Я тут вообще, походу, не нужен. Кстати говоря, карта мозга с снаряжением. Команда. Ханаби. Вот, у нас есть запасы, но с Ханаби в запасе почему-то лежит. Хотя я, наверное, ее бы все-таки поставил вместо Геммы. Геммы мне... Мне его способность особо просто не нравится. Давайте, кстати, посмотрим на Расси костюм. Да и вообще на всех костюм. Да, красный, некрасивый. Понятно, в одном стиле. Я подожду. Я хочу какие-то другие костюмы. Я думаю, мы рано или поздно до них дойдем. Либо купим, либо... Купим, скорее всего. Так, карта мозга. У нас есть три ома. Я не прокачал, потому что хочу вот это вот. Да, логично. В САСе пока все очевидно. Можно отключать их. Но зачем? Так, а как мы... При этом вне... А, при этом вне зависимости от того, со мной все или нет. Способности я использую. Короче, если персонаж в запасе, это означает, что я могу использовать его способность. Просто он рядом с нами драться не будет. Хорошо. Хорошо, я не против, выдвигаюсь в Кикутибу. Название местное. Кошмар. О, так, я не против. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дополнительные эффекты добавляются по мере укрепления вашей связи с косаном. Прикольно. Прикольно, но восьмой уровень. Но, кстати, не то чтобы они прям сильные. Попробуем. Продолжение следует... Без прокинеза с ними не так быстро. Ну, только седьмой у меня. То есть, они на два уровня были выше. Ну, можем оперяться. Но я не думаю, что это будет критично. Сложность у нас нормальная стоит, так что... Нет же у игры цели задушить меня, правильно? Куда кинул? Куда кинул? Они хотели поговорить, пока будут искать ручку. И молча от оба. Ну ладно, это знакомство с нашими способностями. Прикольно. Но чувствую, что истории связи конкретного этих двух никак не будут отличаться. Даже не знаю почему. Ну, между ними я имею в виду. Это достаточно рар, не так ли? Ну, ну, если вы найдете маннеист, то, наверное, Сето-Тайчж будет счастливаться. Да, да. Ну, ну... ну-ка магазин проверим теперь предметы можно обменять ну-ка факелу прометея перчатки адамантий а меч мягко муромаса меч только один да так таблица широкие очки да дайте мне подожди а подожди стоп это мои это мои предметы не у него нифига нового нет или есть но есть факел но это то же самое оружие начальное что и у остальных с этими заданиями немного двоякое ощущение потому что с одной стороны интересно проводить время с персонажами строить с ними connect прокачивать их навыки но проходить те же самые локации то не че цына короко ано касса не уроки китай кодога рунда кодога и и кана на ней оле че сайкоро не кайни усваивали че снисо нината кодога рунда Но я иду с ним, когда я не помогал им. Но я иду за парень гэр, как будто она была, что никогда не было. Я не вернусь... Мы дали все. Я была ребеном, ты, тоже была ребеном. Да, например, у моей омени. Ч... С... Смерь... ... Угу. Не дадут. Какая-то способность мне нравится. Сразу просто по всем в окружении. Да. Следующая. Окей, вы отберете! Отберете! Так что, я уже толкнулся. Продолжение следует... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И, кстати, почему ты вообще занимаешься моей проверкой? Я не буду отвечать, что у тебя неплохое хобби. Больше вопросов нет. Касаны? Красотка. Я правильно понимаю, что да, тут у всех типа по шесть уровней. То есть у всех по шесть квестов. У каждого из потенциальных напарников. А их тут получается сколько? Штук восемь. Минимум причем. Восемь, я думаю, девять даже. А если уж мы зашли и туда, то, скорее всего, десять. То есть тут где-то примерно шестьдесят вот таких заданий. Но со многими мы, скорее всего, не столкнемся, потому что они не имеют отношения к... Кьюитом, а не у Касаны. Но все равно. Ну ладно. Посмотрим. Не знаю, будем ли проходить все. Я бы, наверное, хотел, но, блин, они такие... Такие. Прокачаем телекинез чуть-чуть, чтобы было побольше. Потом там далеко качать. Ну, далеко ехать там, причем за пять еще ОМов. Так, ну что? Поговорили, поговорили. С этими пока что строить никакие связи нельзя. Они разговаривать со мной не хотят ни о чем интересном. Вот, а мы можем, соответственно, продолжать в таком случае проходить сюжет. Переходить к следующей фазе. Пока что у нас больше ничего нет. Я предлагаю сохраниться. И пока на этом закончить. Фаза первая, если я правильно понял, пройдена. Будем смотреть, что нас ожидает дальше. Пока что ничего глобального. То есть мы как-то знакомимся с миром. А тут прям надо знакомиться с миром, потому что многое неизвестно. Но посмотрим, что нас ждет дальше. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.